И таким образом где-нибудь за ночь вы сможете очень-очень много себе нафармить звезд ада. Просто смотрите, здесь у нас будто они складываются вот в этот вот сундук. Смотрим сюда, здесь у нас уже есть целых 50 звезд Незера. И всем привет, друзья, с вами Картофан. И сегодня я вам покажу, как сделать невероятно крутую АФК-ферму адских звезд в Майнкрафте, начиная с версии 1.11. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы начинаем. И эту ферму мы сможем построить только в краю, потому что нам нужна будет такая вот структура из бедрока, которая не будет ломаться нашими иссушителями. Правда, здесь нам нужно будет сломать целых 6 блоков бедрока, но по-другому никак. И эта ферма будет основана на том, что вы просто будете ставить вот сюда вот блоки песка душ, и будут тем самым спавниться вот здесь вот в этой вот камере иссушители, которые будут умирать просто-напросто, убиваясь об этот блок. Ну и давайте же мы посмотрим, как она будет у нас работать. Вы просто ставите вот сюда вот так вот блоки. Хоп, и смотрите, вот у нас здесь появляется визор Давайте я сделаю потише, чтобы визоры меня не перебивали И давайте еще раз так вот мы делаем, смотрите, хоп, ставим блок У нас так здесь выстраивается структура и спаунится еще один визор И таким образом где-нибудь за ночь вы сможете очень-очень много себе нафармить звезд ада Просто смотрите, здесь у нас будто они складываются вот в этот вот сундук Смотрим сюда, здесь у нас уже есть целых 50 звезд Незера И эти звезды я смог добыть всего лишь когда тестировал эту ферму Но если вы запасетесь достаточным количеством песка душ И также поставите себе автокликер на ночь Тогда вы просто сможете очень-очень круто себе нафармить звезды ада Как вы можете заметить, эти визоры никак не ломают этот бедрок И также все вокруг эти блоки, потому что они просто нас не видят Даже если увидят, тогда все равно они будут свою голову пускать прямо в бедрок Который у нас никак не ломается И они у нас начинают умирать, как раз таки застревая вот в этом вот бедроке И вот, как вы можете заметить, у нас все отлично работает И хп у них потихонечку уходит И таким образом вы сможете себе спаунить вот этих вот визоров И вот так вот фармить звезды Незера Давайте я вам покажу, как выглядит со стороны вот эта вот ферма Будет выглядеть примерно вот так вот То есть вам нужно будет где-то целый чанг вот так вот занять этой конструкцией Вот, то есть с другой стороны вот так вот здесь будет у нас все выглядеть Также вот с этой вот стороны, получается, что это можно сказать, что лицевая сторона Далее вот эта вот сторона Вот так вот здесь у нас будет выглядеть Давайте теперь снизу здесь вот пролетимся Вот так здесь у нас будет снизу выглядеть все И давайте мы сейчас приступим к постройке вот этой вот фермы И для того, чтобы построить, вам понадобятся раздатчики, наблюдатели, редстоуны, редстоуны-повторители, редстоуновые блоки, редстоуны-факела, липкие поршни, обычные поршни, также блоки-слизи, также булыжные ограды, воронки, сундуки, кварцевые блоки, ну, либо же вообще абсолютно любые блоки, также стекло, по желанию, вы можете это стекло также не ставить, просто будет выглядеть по-другому, то есть здесь вот у нас здесь стекло стоит. Также вам понадобится много песков душ и также очень много черепов визор скелета. Это все потому, что наш иссушитель состоит как раз-таки из этих вот блоков. Ну и давайте мы приступим уже к постройке, вот допустим вы убили дракона, здесь у вас будет портал, но это не важно, допустим давайте мы здесь вот сломаем как раз-таки 6 вот этих вот блоков и дрока, потому что иначе просто никак не получится, ну либо же получится, ну как-то криво. Далее смотрите, что нам нужно будет сделать, мы берем получается, что белое стекло, либо же не белое стекло, вообще абсолютно любое, и получается, что нам нужно будет поставить его вот таким вот образом, вы ставите вот здесь вот, смотрите, вот у нас здесь такой вот нижний слой нашего вот этого вот портала, и вот так вот вы здесь ставите, получается, что вот здесь у нас будет стекло стоять, вот здесь на уголках, и вот таким вот образом вы должны будете поставить вот такой вот квадратик, то есть здесь у нас получается внутри 3х3. далее вы это все продлеваете еще на один слой вот мы поставили все вот таким вот образом далее нам нужно будет взять вот такие вот булыжные ограды для того чтобы наши визоры не выбирались то есть они будут стоять здесь вот таким вот образом и давайте же мы их поставим они будут стоять получается что на вот этой вот высоте и вот здесь давайте мы их поставим то есть вот таким вот образом все это будет у нас выглядеть вот так вот далее мы с вами берем давайте воронку и нам также нужно будет взять сундук смотрите так как здесь справа мы здесь все сломали получается что в 10 у нас будет стоять сундук давайте мы его здесь и поставим Получается, что давайте мы его вот сюда вот на вот эту вот высоту поставим Сейчас посмотрю, как точно я здесь делал То есть вот таким образом мы его поставим Давайте сейчас мы также повторим вот в этой вот ферме Вот здесь получается все так вот и у нас и выходит Далее, смотрите, вот здесь вот мы ставим с вами воронку Здесь мы также ставим воронку, чтобы воронка вот этого смотрела на воронку А вот эта вот воронка смотрела прямо на сундук И сверху здесь мы ставим также воронку, которая смотрит на вот эту вот воронку То есть таким образом у нас получается то, что вот этот весь лут, который мы сюда бросим Переходит прямо вот сюда вот в сундук Далее вот здесь вот сверху желательно нам построить как можно больше вагонеток Но вы можете также поставить и одну, можете также вообще не ставить Но с ними будет вам намного лучше Ну допустим вот мы одну поставили, а давайте вот эту вот рельсу мы сломаем То есть вот так вот у нас получается, чтобы визоры просто у нас никуда не улетали И получается, что мы с вами построили пока что вот такую вот структуру Далее нам нужно будет сделать механизм подачи нашего песка душ То есть он будет выглядеть вот таким вот образом Смотрите, давайте вот это вот сломаю То есть мы сюда будем ставить так песок душ И вот так вот он у нас будет вот сюда вот прямо транспортироваться То есть вот так вот будет выглядеть наш механизм транспортировки песка душ. И давайте же мы его повторим, сначала сделаем такую платформочку там, чтобы было более-менее наглядно. То есть мы с вами берем кварцевый блок и ставим вот здесь вот нашу платформочку. Далее смотрите, мы вот здесь вот ставим еще один блок и нам нужно будет также уже взять редстоун, также нам нужно будет взять поршень и получается, что нам нужно еще будет взять редстоуновский факел. Здесь мы получается ставим наш вот этот вот редстоун, здесь мы поставим наш вот этот вот редстоуновский факел. Далее здесь мы ставим обычный вот этот вот поршень, а здесь вот мы ставим, получается, что вот таким-то образом, который смотрит уже наверх, поршень также обыкновенный. Далее к этому поршню нам нужно будет также подвести и редстоун, то есть делаем это вот таким-то образом, берем наш редстоун и вот таким-то образом подводим. Теперь смотрите, если мы сюда поставим обычный песок душ, смотрите, хоп, и вот так вот он у нас будет сюда вот транспортироваться. Получается, что если у вас все так выходит, тогда вы все сделали правильно. Далее, смотрите, вы можете по желанию также вот сюда вот поставить такую стенку, она никак не несет никакой, получается, что технической нагрузки. А получается вы просто ее ставите в декоративных целях, то есть вот таким-то образом вы ее поставили, и здесь более-менее удобно теперь вот так вот ставить блоки. Далее нам нужно будет сделать механизм, который будет пихать блоки, вот эти вот пескодуш, вот сюда вот, то есть смотрите, они будут совмещаться у нас налево, то есть к этим вот поршням, которые будут потом еще пихать их вверх, ну и так далее. Давайте мы поставим, получается, что вот так вот 4 блока, почему 4, позже я объясню, или вы даже сами поймете. То есть вот мы берем наши поршни, далее мы их ставим на уровне вот этого вот поршня, то есть вот он у нас есть, вот здесь вот находится, и на этом же уровне мы вот здесь вот ставим 4 вот так вот поршни прямо подряд. И получается, что мы с вами построили пока что вот такую вот структуру. Далее нам нужно будет здесь вот поставить редстоун, и также вот так вот отвести вот это вот все дело вниз, давайте мы это сейчас сделаем. То есть мы ставим вот здесь вот блоки, далее мы ставим редстоун, вот у нас редстоун, далее мы здесь отсчитываем 1 блок, получается вот у нас здесь 1, и дальше здесь у нас редстоун должен будет уходить вниз, То есть давайте мы его возьмем, и вот так вот он у нас будет выглядеть. Далее нам нужно будет поставить вот так вот, опять же, вниже. И здесь у нас получается, что мы также ставим наш редстоун. Далее мы также ставим вот сюда вот блок, сюда ставим наш редстоун. И вот сюда вот мы также поставим блок. И сюда мы должны будем уже поставить повторитель. Далее над этим повторителем нам нужно будет поставить липкий поршень. Давайте мы его поставим вот таким вот образом, смотрите. То есть вы ставите вот так вот блоки, и вот сюда вот вы ставите, чтобы прямо вот здесь вот над этим повторителем. И смотрел прямо вот туда вот липкий поршень. И на этот липкий поршень мы ставим вообще абсолютно любой блок. То есть, в нашем случае это кварц. Далее, смотрите, под этим вот блоком вы отступаете еще один блок и сюда вот ставите обыкновенный блок. То есть, в нашем случае это опять же кварц. Далее вы берете редстоун и ставите вот сюда вот пылинку редстоуна. То есть, пока что это все будет выглядеть вот таким вот образом. Далее, смотрите, нам нужно будет здесь вот снизу поставить также вот такой вот липкий поршень. Давайте мы это все дело повторим. То есть, смотрите, мы ставим липкий поршень прямо на наш вот этот вот повторитель. Далее мы ставим вот сюда вот редстоуновский блок. Давайте мы его возьмем и ставим вот сюда вот. Теперь получается, что вот эта вот пылинка активируется. И получается, что здесь у нас больше ничего не активируется, и если у вас все так же, то это все вы сделали правильно. Далее вам нужно будет поставить вот таким вот образом вот здесь вот поршень, и на этот поршень вы ставите слизневый блок, давайте мы его возьмем. Ставим слизневый блок, и на этот слизневый блок вот здесь вот сверху вы ставите рационовский блок. Потом вам нужно будет через блок поставить еще один поршень, смотрите, то есть вот таким вот образом, вот таким вот образом вы должны будете поставить прямо напротив еще один обыкновенный поршень, вот сюда вот. Потом вот здесь вот около этого поршня, который здесь у нас держит, получается, что кварцевый блок, мы ставим вот таким-то образом структуру такую-то небольшую, и здесь мы даже будем выстроить редстоуновскую пыль, и также один повторитель. То есть ставим вот таким-то образом вот здесь вот редстоуновскую пыль, и вот здесь вот один повторитель. Далее мы ставим вот сюда вот блок, то есть получается вот около нашего поршня, и ставим на этот блок также редстоуновскую пыль. Потом от этого блока нам нужно будет также здесь еще поставить вот такие вот два блока, то есть вот таким-то образом, и ставим здесь получается, что один редстоун, и здесь вот повторитель, который мы делаем на максимальную задержку, то есть получается, что три раза еще по нему тыкаем. Это вам нужно будет делать обязательно, иначе у вас, скорее всего, не будет ничего работать. Потом под этим вот следующим блоком вы ставите вот таким-то образом редстоуновский блок, и ставите вот сюда вот редстоуновскую пыль. То есть смотрите, у нас здесь что-то сейчас двинулось, и так и должно было быть, то есть давайте мы еще раз поставим, ставим его, ставим вот здесь вот редстоуновский блок, и у вас здесь что-то двигается, и это означает то, что вы сделали все правильно. Потом от этого редстоуновского блока вы ставите вот так вот блоки, и здесь вам нужно будет поставить, получается, что один повторитель, вот таким вот образом, на самую минимальную задержку, и также две редстоун пыли. Далее вам нужно будет поставить два любых блока, вот здесь вот, и также на эти блоки вы ставите редстоуновскую пыль, чтобы у вас здесь опять же что-то вот так вот двинулось, и это означает то, что вы сделали все правильно. Далее, смотрите, нам нужно будет сломать вот эти вот блоки стекла, потому что здесь они нам будут мешать для подачи нашего песка душ. Потом вам нужно здесь поставить будет обыкновенный поршень для того, чтобы они толкали наш песок душ уже выше. Давайте мы это сейчас сделаем. То есть, смотрите, мы сделали вот таким вот образом. Здесь у нас получается будет песок душ, который будет толкаться этими поршнями. Вот сюда получается, что на эти поршни они уже будут толкать его вверх. Потом вам нужно будет поставить здесь еще поршни, которые уже будут толкать этот песок душ, который будет вот сюда вот поступать. Вот сюда вот, то есть вам нужно будет поставить здесь вот поршни, которые будут смотреть прямо на нашу вот эту вот ферму, то есть прямо вот сюда вот в центр, который будет толкать прямо вот туда вот получается, что наши блоки. То есть это будет выглядеть примерно все вот таким вот образом. Потом вы берете раздатчики и ставите их, получается, что вот на эти вот поршни, которые мы с вами только что установили. И также вам нужно будет поставить еще раздатчики, которые будут прямо присоединяться к вот этим вот раздатчикам и смотреть вот сюда вот вниз. Далее на вот эти вот раздатчики, которые стоят на вот этих вот поршнях, вы ставите вот так вот три Redstone пыльки. Далее вы подлетаете к вот этим вот нижним поршням и ставите вот таким вот образом здесь блок, то есть таким вот образом, еще раз показываю здесь с других сторон, и здесь на вот этот вот блок, который у нас здесь находится ниже, вы ставите редстоун пыльку, то есть вот таким вот образом. Потом вам нужно будет взять опять же блоки и поставить их здесь вот таким вот образом, здесь не обязательно будет ставить, но вот здесь вот вы ставите обязательно два блока, и вот сюда вот вы ставите два повторителя. Если при подаче вот сюда вот сигнала вот эти вот все поршни поднимаются, то есть все три штуки, тогда вы сделали все правильно. Далее вам нужно будет вот сюда вот поставить блок, и также на этот блок вы ставите одну редстоун пыльку. И потом вам нужно будет взять поршни и поставить один поршень вот таким вот образом, то есть чтобы он был прямо вот здесь вот около редстоун пыльки. Также вам нужно будет сломать вот это вот стекло, которое находится прямо над вот этим вот поршнем. То есть вот так вот два блока мы здесь сломали, и получается, что у нас теперь все будет правильно работать. Потом вы берете блоки и ставите их вот таким вот образом. То есть смотрите, здесь мы делаем вот такую вот маленькую структурку, больше никаких здесь блоков не ставим, Иначе у нас здесь что-то может пойти не так Именно вот таким-то образом Потом вот сюда вот мы ставим редстоун пыльку А вот сюда вот обыкновенный повторитель на минимальную задержку Потом здесь мы должны будем поставить обыкновенный блок И также вот сюда вот мы теперь ставим одну редстоун пыльку Далее мы берем липкий поршень и ставим его вот таким-то образом То есть на тот блок, на который мы только что поставили редстоун пыльку Мы сюда ставим еще и липкий поршень, который смотрит прямо вот сюда вот в центр И также на этот липкий поршень мы сюда ставим еще и обыкновенный поршень То есть вот таким-то образом Получается у нас здесь так вот стоят два поршня Далее мы берем липкий поршень и ставим его, смотрите, вот таким вот образом, то есть вот сюда вот. Здесь вы также ломаете эти блоки, чтобы вам здесь ничего не мешало. И вот таким вот образом мы его поставили. Далее мы берем блок слизи, ставим его вот сюда вот. Вот сюда мы ставим также redstone блок и вот сюда вот также мы ставим redstone блок. То есть теперь это все выглядит вот таким вот образом. Потом мы берем с вами любые полублоки и ставим их вот таким вот образом. То есть здесь вот так вот у нас три полублока и здесь мы ставим redstone пыль. Потом мы берем также наши строительные блоки, ставим вот сюда вот один блок, то есть вот таким вот образом. Далее мы сюда ставим липкий поршень, и на этот липкий поршень мы ставим вообще абсолютно любой блок, то есть опять же наш вот этот вот кварц. И это все нам нужно для того, чтобы здесь у нас сигнал прерывался. Далее нам нужно будет взять блоки наблюдателей и ставить их вот таким вот образом на вот эти вот поршни. Смотрите, то есть мы ставим на вот этот вот поршень обыкновенный, вот таким вот образом наш блок наблюдателей, чтобы вот эта вот голова смотрела вот сюда вот. Далее мы берем еще один блок и ставим на липкий уже поршень вот таким вот образом. То есть, смотрите, его лицо смотрит уже вот сюда вот, прямо на вот этот вот редстоун блок. То есть, вы ставите его не вот таким вот образом, а вот таким вот. То есть, вот так вот это всё будет у нас выглядеть. И, в принципе, наша ферма уже готова. Теперь нам осталось только проверить один блок. Смотрите, если вот здесь вот наш вот этот вот липкий поршень будет выдвинут, тогда вы просто ломаете вот этот вот редстоун блок, он у вас задвигается, и вы снова ставите его. И тогда у вас всё должно быть починиться, и у вас всё будет работать. Также, смотрите, если у вас стоит вот эта вот слизь и редстоун блок также вот здесь вот справа, а не слева, тогда вы просто их берёте и переставляете вот сюда вот. И тогда все у вас будет опять же правильно работать. Далее вам осталось только заправить вот эти вот раздатчики черепами визор скелетов. То есть давайте мы в них просто заходим и вот сюда вот кладем вот эти вот черепа визор скелетов. Также вы можете их класть и вот в эти вот раздатчики, которые находятся вот здесь вот уже. И получается, что вам только сейчас осталось заправить вашу ферму песком душ правильным способом. И далее вы просто можете закликивать и у вас все будет отлично формиться. Смотрите, вам нужно будет подойти вот сюда вот к этому блоку, куда вы будете ставить вот эти вот все пески душ. Получается, что ставите, 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 ставите. ставите, смотрите, если у вас здесь все вот так вот переместилось, и также вот эти вот раздатчики у вас также активировались, значит вы сделали все правильно, и смотрите, получается, что как после первой активации у нас здесь все изменилось, то есть здесь у нас получается 1 блок, здесь также у нас стоит 1, 2, 3 блока вон там вот, и здесь у нас стоит 2 блока, далее мы давайте продолжим наше заполнение фермы, то есть ставим опять же вот так вот блоки здесь, и смотрите вот мы ставим еще один блок, и вот у нас получается, что это уже вторая активация нашей фермы, и смотрите, после второй активации вы должны быть обязательно сломать вот эти вот блоки, которые здесь вот у нас появились, вот эти вот получается что три блока вы ломаете, далее вы идете опять активировать, так, вот ставим еще, вот у нас получается еще активировалась наша ферма, и последний раз вы сейчас ломаете вот эти три блока, далее просто ваша ферма уже будет полностью автономна, кстати, хотелось бы сказать, что ваша ферма еще может заедать, если у вас здесь вот этот повторитель будет также на минимальной задержке, вы делаете его на максимальную задержку, и тогда у вас все должно быть хорошо, все, мы идем, получается, что ставить наш последний блок, ставим его, и смотрите, что у нас сейчас творится, и вот у нас появился наш визор, смотрите, далее мы ставим еще блоки, и вот у нас появляется еще один визор, И таким образом вы сможете просто-напросто все это дело фармить. Если вы все сделали так же, как и у меня, тогда у вас все точно будет работать. Но еще хотелось бы сказать, если вы будете вот так вот просто закликивать, тогда есть шанс, что ваша ферма сломается. Я вам советую просто делать ваш автокликер где-то раз в секунду. Вы кликаете вот таким вот образом, и тогда у вас ничего точно не будет заедать, и у вас все будет правильно работать. То есть так вот вы будете раз в секунду где-то вот так вот нажимать, и у вас все будет отлично здесь спавниться и фармиться. И весь лут, который будет падать с вот этих вот визеров, будет у вас складываться вот в этот вот сундучок. Ну а если тебе понравилась эта ферма, тогда обязательно подписывайся, ставь лайк, комментируй и также нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Картофан, всем удачи и всем пока!